Всем привет, друзья! С вами Никодим, и мы продолжаем прохождение сложнейшей миссии Ядовитые болота. Начало смотрите в предыдущей серии. Так, они пошли с этой стороны. Все-таки они пошли у нас с этой стороны. Здесь у нас всего лишь один пулемет. Здесь у нас, во-первых, засаживаем как можно больше людей. Это раз. Во-вторых, давайте одного человека как минимум здесь оставим. Смотрите, нет, они у нас пробьются. Наверное, нам надо... И это плевуны. Это самые поганые существа во вселенной. Как бы их заманить, чтобы они вот в эту вот сторону тоже у нас пошли. Ну ладно, отстреливаемся пока. Тут у нас деревянные... Да, они у нас могут... Только бы эту пушку не уничтожили, самое главное сейчас. Если они у нас пушку уничтожат, будут проблемы. Так, погнали вперед. Смотрите, как быстро они у нас здесь пробивают заборы. Вот это да. Так, давайте, давайте, стреляем. Стоим до конца, короче. Расстреливаем всех и стараемся сделать так, чтобы... Ремонтируемся, ремонтируем. Главное нам сейчас вот этих вот добить. Ну все, вроде бы мы на этот раз тоже отбились. Тут какой-то мелочь у нас подползает. Так, все, друзья. На этот раз мы тоже отбились, но уже с каким-то, я бы сказал, трудом. Ну, 43-й день. Наверное, у нас сколько еще? Нам еще, наверное, следующий будет как минимум атака. У нас 1800 населения сопротивлятся всем ордам зомби. Теперь нам нужно сделать следующее. Теперь нам нужно как-то прокачать таким образом, чтобы у нас было много денег и много возможностей для развития. У нас постоянно не хватает денег. Поэтому давайте сейчас на паузе продумаем нашу стратегию. Что еще для экономики? Ну, во-первых, для экономики обязательно нужно установить склад. Погнали. Сейчас это мы сделаем именно в первую очередь. Во вторую очередь нам нужно будет установить банк и здесь уже начать строить новый город. Потому что, смотрите, у нас 666 человек. У нас уже не хватает людей для того, чтобы как-то дальше развиваться. Погнали. Вот сюда, наверное, мы установим раз. Здесь у нас что? Мельница. Да, у нас и еда заканчивается, и инженерный центр улучшенной мельницы. Нам и то, и то надо 1400. Сейчас мы все разберемся, друзья, с деньгами. Жалко, что сносить нельзя электростанция. Я бы, конечно, лучше вот это снес и перенес бы на другое место. Здесь бы заставив предварительно все домиками. Но игра не хочет нам удружить. Она хочет нам продолжать вот так вот усложнять жизнь. Что ж, я думаю, мы справимся без проблем. Наверное, стоит начать идти вниз. Мы заодно древесину заберем. И здесь все можно застроить вот этими вот мельницами дополнительно. И, конечно же, солдаты продолжают у нас делаться, пока вроде бы отстаиваемся. Но у нас проблема, смотрите, в чем, друзья. У нас проблема в том, что пока идут только с одной стороны. Например, вот с севера идут, или с востока, или, например, с запада наступают. Если сейчас пойдут у нас с разных сторон, у нас будут большущие проблемы. Мы не сможем... У нас нету достаточных войск для того, чтобы все это защитить. Поэтому давайте думать, где мы с вами сможем сделать хорошую, надежную линию обороны. Что бы я сейчас сделал? Я сейчас пойду вот так вот вперед. Вот сюда. Посмотрим, что у нас там внизу. Плюс доделаем вот эти вот ворота. Ага, тут он сразу же начинает наступать. Чтобы не было у нас прорыва. Готово. Сколько у нас тут человек? 22 из 34. Остальные все сидят по своим домушкам. Здесь, ну, можно их вот так вот усадить, чтобы они у нас видели. Сейчас посмотрим, что у нас вот здесь вот для закрытия. И вполне возможно, нам еще нужно найти, откуда на нас наступали. Сейчас мы, если пройдем и найдем, мы уже сможем с вами стратегически продумать нашу линию обороны. А пока все вкладываем в дома. Потому что деньги сейчас для нас это будет самое главное. Ну и, конечно же, банк. Рабочие энергии и деньги. С энергией проблемы. С энергией нам нужно будет, вот, 1400. Все, ждем. Ждем эти 1400. Здесь, похоже, край карты. Мы, наверное, сейчас увидим... Да, вот у нас конец. Это восточное направление. То есть отсюда у нас вот основная атака пойдет. Наверное, можно здесь закрыться. Раз. И вот здесь закрыться. Тогда с восточного направления на нас уже точно никто не нападет. А здесь сейчас посмотрим, что у нас еще и с этой стороны. И, друзья, у нас доступна улучшенная мельница. Берем улучшенную мельницу. Почему я не пользуюсь электростанцией? Да потому что у нас древесина начнет резко-резко уменьшаться. Чего нам пока что не нужно. Давайте погнали. Сейчас ищем, где у нас зомбаки. Короче, нашли мы, где у нас восточная сторона. Можно будет ее закрывать. И у нас здесь будет дополнительно еще и металл. Который нам вроде бы как и не нужен получается. Нам нужно найти сейчас еще несколько зараженных поселений. Смотрите, у нас все здесь золотые. Погнали вперед потихоньку. Ну, я думаю, что они справятся. Здесь найдут, наверное, еще какое-нибудь заброшенное поселение. Давайте продолжаем развиваться экономически. Так, исследование завершено. Все завершено. Здесь у нас мельницу еще тоже можем доделать. А здесь, конечно же, начинаем с вами апгрейд. Для апгрейда нужно много-много золота. А для много золота нужно будет прокачать дома. И как раз тут у нас завязана энергия. И золото у нас едино. Ну что ж, сейчас подкопим деньги. Мы еще хотели с вами установить склад. Для склада нужно 8 энергии. Давайте сейчас этим и займемся, друзья. И похоже, это тоже край карты. Вот у нас восток полностью здесь забирается. Все, это у нас южное направление. То есть атака будет с юга вот отсюда. Здесь восточное. Здесь у нас южное. Это, между прочим, хорошо. Можно закрыться. Да, давайте. Это хорошая идея. Закрываемся полностью по этому всему направлению. Смотрите, нам чуть-чуть не хватило. Эх, как обидно-то. Придется нам тратить еще одну лишнюю вышку. А здесь, а здесь хоть какой-нибудь забор нужно установить. Иначе может быть проблема, друзья. Давайте вот так хотя бы временно установим такой вот забор. И одного из солдатиков направим вот сюда. Может быть он, давайте даже двух. Вот так вот направим, чтобы туда... Можно, знаете как? Давайте вот эту мы ломаем пока что. Сбегаем наверх, посмотрим. Откроем территорию. Что там у нас? Может быть там тоже есть хорошее место для обороны? Вот прям вот так вот. Надеюсь, они пройдут. Если что, ну пожертвуем этими двумя. Здесь замуруемся, если мы там кого-нибудь сагрим. Вы кого тут у нас достреливать? Здесь нету никаких больше поселений. Нам нужно... Мы ничего еще не сделали, а у нас 43-й день. Наши солдаты подверглись нападению. Смотрите, да, здесь у нас, похоже, ну какие-то зомби, вот которые грызли у нас с этой стороны забор. Надо будет сейчас оборону здесь докачать. Куда-то они у нас, смотрите, сами пошли и разделились для чего-то. Мне это сильно не нравится. Наверное, и там, и там где-то есть у нас зомбаки. А это у нас тоже очень похоже на край карты. Так, ой-ой-ой, дураки-то, блин, что ж они натворили-то? Придется нам теперь отступать как можно быстрее. И придется нам теперь вот так вот делать, чтобы помочь этим двум безмозглым солдатам. Ну, нам эта территория, по сути, в принципе, нужна для леса, если только нам нужен будет лес. А лес у нас конвертируется в деньги. Поэтому да, о, мельница. Итак, погнали. Мы тогда вот сюда вот устанавливаем первую, вот так вторую. Здесь уже не хватает у нас энергии. Для энергии прокачиваем наши вот эти штуковины. 700 человек с пищей и с электроэнергией через несколько секунд у нас не будет никаких, друзья, проблем. Так, давайте, вот здесь еще нужно будет закрыться. Я думаю, что вот так мы отправим людей и будем закрываться с этой стороны. Ну, все, смотрите, у нас вот эта вся северная территория, и те они будут только вот в этом направлении. Следовательно, нам надо будет как можно сильнее усилить вот эту штуку. Здесь, наверное, нет смысла вот прям делать какую-то широкую оборону. Все равно у нас там, ну, леса нам вполне хватит. Так, поселение подверглось. А какому нападению? А вот этому нападению у нас подверглось. Ну, что ж, давай тогда добьем. Почему он на нас не отвлекается? Блин, не успели. Чуть-чуть не успели мы. Давайте пойдем вперед. Надо будет сейчас отстрелять вот этих вот зомбаков. Все готово. Сверху закрываемся и добавляем еще несколько домиков. Все, потратили мы по максимуму. Древесину сливаем. 36-й день, 43-й день. Немного у нас остается времени. Давайте их всех объединим. 26 человек. А что-то мы перестали клепать нашу армию, потому что у нас нету якобы рабочих. И это, кстати, правда, что у нас нету рабочих, потому что у нас нету электроэнергии. Я вроде бы уже все вышки проапгрейдил, какие только можно. По рабочим, по еде наши юниты подверглись. Ох ты же так. Так, мы, похоже, домик с вами, да, какой-то сагрили. И давайте сделаем полшага назад, иначе нам придется нелегко. Вот так вот. Еще, наверное, сейчас придется сделать полшага назад, иначе они начнут на нас уже плеваться. Можно к забору подойти, там пулеметик, я надеюсь, поможет. Да, давайте вот так вот потихоньку пойдем. Ну все, нашли мы, короче, с вами еще последнее, наверное, зараженное поселение. Вполне возможно, еще где-нибудь вот здесь будет. Продолжаем тогда клепать наших рабочих, продолжаем делать домики, продолжаем смотреть, где у нас есть возможность установить дополнительные дома. И, конечно же, прокручиваем еще и электроэнергию. Без нее у нас ничего не получится. И нам нужно будет сейчас вот апгрейдить вот эти вот штуковины. Тут у нас с энергией проблемы, да. Ну ладно, пошли тогда вперед. Сейчас уничтожим зараженное поселение. А здесь мы совсем плюнули на вот этот забор, друзья. Ох, какие мы молодцы-то. Ну что ж, давайте. Тогда закрываемся полностью бетоном. Не хватает бетона. Тогда дозакрываемся. Дерево тоже. А у нас денег просто не хватает. У нас все нормально, только не хватает денег. Продаем немножко дерева. Главное сейчас как можно быстрее сделать хоть какую-то линию обороны. Забираем железо. Забираем древесину бы не надо. Ну ладно, уже придется, как говорится, забирать. Тут, наверное, мы домик уничтожили. Смотрим, да, уничтожить все зараженные поселения. Давайте отступим, иначе что-то они как-то на нас... Прямо, смотрите, наполовину у нас всех снесли. Ну ладно, здесь мы отстрелялись. Давайте строим, наконец-то, здесь забор. Ага, не хватает чуть-чуть вышек. И тогда мы здесь можем вот так вот закрыться с восточного направления. Ну все, эту территорию, считай, мы тоже забрали. Можно было, конечно, не жалеть и закрыться еще и вот здесь. Но тогда бежать бы пришлось очень далеко. В случае чего, если нам придется держать оборону, нам приходилось бы бегать туда-сюда обратно. А я не хочу нервничать в последние минуты, когда на нас вот на 43-й день нападут какие-то зомбаки. Давайте отстреливаемся. Все-таки надо сходить, посмотреть, что у нас вот здесь. Вполне возможно, там у нас домушка. А здесь у нас достроилась башня. Следовательно, мы доделываем бетонный забор. Ну ладно, с этой стороны вроде бы тоже подзакрылись. Теперь полностью нужно все в оборону. Смотрите, у нас есть и судья, и шоковые башни. Вроде бы судьи отлично бьют по вот этим вот плевунам, а шоковые башни отлично бьют не так. А шоковые башни отлично бьют по обычным зомбакам. Поэтому сейчас мы все застраиваем. Эта территория, ну, можно сказать, что временно защищена. Северная территория у нас, если пойдут севера, как-нибудь, надеюсь, отобьемся. Так, теперь у нас проблема следующего рода. Смотрите, золото. Мы нашли с вами еще и золото. Погнали посмотрим, где здесь теперь край карты. Ну, вроде бы нормально. Здесь мы отбились. Сейчас мы узнаем, что у нас там с южными территориями. Так, давайте вот здесь установим одну шоковую башню, чтобы она у нас била с краю, как бы сказать. Здесь сейчас установим вторую шоковую башню. Так, кто у нас там? Ох, что и вот это, да. Да, бежим обратно, бежим обратно. Так, у нас здесь, похоже, начинаются некоторые проблемы. Вот здесь вот можно встать. Так, и пока что временно отобьемся, пока они на нас сильно не плюются. Еще немножко назад. Надо узкие места находить, где они не смогут на нас плеваться. Очень прям в больших коле. Одного убили. Все-таки одного убили. Ну, мы отомстим. Мы ведем их всех к нам. Так, ну, здесь нормально. Главное, чтобы больше не было плевков. Так, тихонько назад. Ну, все. Сейчас вот последнего отобьем. Погнали вперед, друзья. Смотрите. Здесь шоковую башню мы с вами построили. Здесь шоковую башню мы с вами... Там у нас как? Раз, 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 два. Вот сюда, наверное, нужно будет шоковую башню установить. Для того, чтобы и закрыться и с этой стороны. И нам еще... Ну, вот можно вот тут закрыться. Или закрыться 39-й день. Четыре дня остается. Я бы, наверное, не стал рисковать. И закрылся бы вот здесь пока что временно. Потому что железа нам вроде бы как не надо. Дерево нам тоже особо не надо. К тому же мы дерево вот здесь вот еще даже не застроили. Ну, давайте застроим... Ага, ферма. Ферма, кстати. Мы можем дальше прокачивать при условии, если будет золото. А золота у нас пока что нету из-за того, что у нас 777 человек. Ну, давайте тогда изучим вот эту вот электростанцию. Она нам вполне может пригодиться. Здесь солдаты у нас пока что добивают всех. И я не могу понять, почему у нас не уничтожено... Где-то вот, видимо, вот здесь, наверное, есть зараженное поселение. Еще как минимум одно. Ну, и напоследок, я думаю, что нужно укрепить оборону нашу еще и вот с этого фланга. Только лишь нужно золото. Все остальное без проблем у нас сделается. Солдаты наши подверглись атаке. Здесь, смотрите, какая прям орда идет этих плевунов. Надеюсь, что не успеют они на нас плюнуть. Да, успеваем прям. Смотрите, они прям идут по одному. И даже не успеют вставать для плевка. Вроде бы успеваем даже отбиваться. А вот оттуда идет человек. Следовательно, там у нас есть зараженное поселение. Пока что мы вот так сделаем, чтобы у нас отстрелили и вот этих в том числе. Так, ну, держимся, держимся. Не знаю, откуда они у нас там идут. Нам еще нужно вот здесь закрыть линию обороны. Для этого нужны рабочие. Слушайте, у нас проблема начинается. Нам сейчас нужно сделать таким образом, чтобы где-то построить город. А город мы, наверное, будем строить вот здесь. Поэтому давайте сейчас. Нам нужно сейчас застраиваться, а мы застроиться не можем. Мы рискуем потерять вот эти вот дома. Но с другой стороны, у нас есть и еда, и электроэнергия. Причем электроэнергия у нас есть с запасом. Мы ее можем продолжать развивать. Так, как вы тут у нас? Стоите? Да, стоите. Ну, давайте продвинемся вот сюда. Узнаем, что у нас... Где еще один край карты. И теперь все полностью на войну. Два рабочих. Да, у нас с рабочими засада, друзья. Все здесь доделаем, чтобы здесь полностью были одни лишь каменные дома. Вот так продолжаем. Камень, золото, камень, золото. И где-то здесь у нас встали... А вон, я вижу. Вот у нас дома. Отлично. Это, видимо, последнее зараженное поселение у нас пошло. Давайте мы всех направим вот сюда, чтобы они у нас добивали эти дома. Так, дальше нам нужно будет установить еще несколько наших судей. Здесь нормально. Здесь, ну, надеюсь, там никто у нас не пройдет. Сюда, сюда у нас уже... Вот, у нас еще можно проапгрейдить судей. Так, там вон, да, там домушка пошла. Все хорошо. Давайте потихонечку... Так, юниты подверглись атаке. Ах ты ж... Ну, вроде бы спасся, как мне кажется. Этого отбил, этого отбил. Значит, там у нас что-то внизу все-таки было. С энергией начинаются проблемы. Энергию мы качаем. Золото и энергии. Так, баллиста завершена. Здесь идем вперед. Здесь у нас металл и золото и камень. Ну, это как раз то, что нам нужно будет. Давайте чуть-чуть вот сюда. Все, отпускаем. Пусть они бегают там, где хотят. Одну домушку мы с вами вроде бы разобрали. Наверное, мы выполнили задание. Да, уничтожьте все зараженные поселения. Мы, друзья, уже с вами сделали. Отлично. Тогда делаем вот так. Сюда еще отправляем дополнительно рабочих. Здесь прокачиваем, конечно же, судей. Для судей нужно будет много-много золота. А здесь нам нужно будет прокачать сейчас еще и дома. Причем лучше, наверное, качать эти дома вот здесь. Наши солдаты подверглись нападению. Ничего страшного. Главное, чтобы вот так вот не тупили. Не стояли по одному. Ну, отстреляются. Надеюсь, что отстреляются. Да, отстрелились. Все без проблем. У нас здесь вот южный проход, как я понимаю, еще один южный проход. И у нас мы открыли с вами западный проход. То есть враги пойдут вот в этом направлении. Следовательно, нам сейчас нужно будет укрепляться... Нет, давайте, вы идите сами там, изучайте. Нужно будет укрепляться вот в этом вот направлении, друзья. Для этого нужно будет очень-очень много электроэнергии. Берем все наши мельницы, максимально прокачиваем на вот апгрейд. И еще где-то была, вот еще одна. Здесь не хватает 500 золота. Ну, из-за того, что я постоянно строю солдат, у нас вот из-за этого идут проблемы. Так, это что такое? Там здесь проходная у нас? Да, здесь проходная. И она, похоже, вот так вот у нас зациклится. Поэтому давайте сделаем... Ну, все, они тут сами пройдут. Вот, да, остатки какие-то зомбаков здесь стоит. Здесь мы с вами можем уже начать закрываться. Закроемся в три ряда, чтобы у нас здесь не было проблем. Ну, и не буду я пока что тратить. Нам нужно будет потратиться на судей. Так, смотрите, здесь у нас есть еда. Отлично. Все, это мы забрали. Ну, что ж, тогда пошли в противоположную сторону отстреливать вот здесь сейчас. Узнаем, что у нас есть. Ну, по большому счету мы... Нет, на самом деле мы не закрылись. У нас очень плохая линия обороны. Я бы даже сказал, неподготовленная. Давайте сейчас попробуем со всех сторон дополнительно еще закрыться каким-то забором или какими-то средствами. Вот, например, шоковая башня. Было бы неплохо бы ее установить как-то так, чтобы она у нас была на линии атаки. Все, мы открыли всю территорию. Орда у зомби уже рядом с юга. Юг у нас, я так понимаю, или здесь. Тогда сюда будет удар. Или юг у нас здесь. Тогда у нас вот сюда будет удар. Я почему-то думаю, что юг у нас вот с этого направления. Поэтому погнали, друзья, обратно. А, у нас здесь все замуровано. Давайте, наверное, отступать. Вот так вот сейчас сделаем. Отступаем и придется нам здесь дополнительно делать линию обороны. Поехали, друзья. Шоковые башни установятся? Да, установилась. Отлично. Это первое. Второе. Нужно еще установить будет здесь судью и установить дополнительно... Ничего у нас нету. Золота нету. Ничего нету. Хотя все мы вроде бы прокачиваем. Здесь устанавливаем еще одну башню. И теперь ждем, когда у нас прибудут деньги. Придется нам вот так вот временно проломиться. Все, давайте вот сюда тогда их всех отправляем. И здесь успеем все доделать. Сюда, сюда. И золота не хватает. Я думаю, что южное направление у нас вот это. И самое проблемное у нас будет вот это именно место, друзья. Поэтому давайте мы его дополнительно как-то закроем. Здесь нужна энергия. С энергией у нас засада. И еще вот, может быть, южное направление ударится с этой стороны. Ну, если мы сейчас выдержим эту атаку, то я думаю, она, наверное, должна быть у нас последней. Остается 5 часов. Ну, давайте побыстрее забегаем. Так. Будем надеяться, что все у нас будет хорошо. И что юг у нас не вот этот вот юг. Так, знаете, я бы здесь бы тоже бы установил какие-то дополнительные башни, как минимум деревянные. А у нас ничего вообще нету. Нам, друзья, потом придется заниматься экономикой. Заделываем полностью глухой забор. Хорошо бы его вот так вот сделать. Здесь еще колючки сейчас наставим. Можно поставить... Ну, вот у нас уже нет такой возможности. Вот так вот, наверное, мы с вами сделаем. Пока они у нас тут будут грызть, мы с вами... Вот здесь у нас самое противное место. Пойдут они, значит, вот сюда у нас ударятся. То есть вот здесь будет основной удар. Самое слабое место у нас вот в этом вот месте. Поэтому мы сейчас энергия опять... Да, как-то мы попали с вами в какую-то передрягу. Нам придется сейчас устанавливать вышки, наверное, потому что здесь будет пролом. Стопудово здесь будет пролом. Нам нужно будет как-то продолжить вот эту вот всю линию обороны. Чтобы хоть какие-то были возможности для обороны. Здесь они сейчас подойдут. Давайте вот так сделаем. Вот так. Опять же денег нету. Все у нас закончилось. Так, друзья, давайте сейчас пока у нас есть возможность, пока зомбаки не подошли, мы продадим немножко этого. Купим чуть-чуть камня. И доделаем вот этот вот самый наш слабый забор. Этот и вот этот. У нас два самых слабых... Три самых слабых места. Здесь, ну, здесь уже не так уж и важно будет. Главное, чтобы выдержать оборону вот в этом вот месте. Подходит толпа, пока мы начинаем с вами расстреливаться. Все, стоим насмерть и начинаем стрелять. Шоковые башни. Жалко, у нас вот не достает наша судья 4. Только бы они в судью не прошли. Смотрите, как они быстро пробили нашу первую линию обороны. Сейчас они у нас быстро пробьют вторую линию обороны. Так, тогда давайте вот что сделаем. Они у нас сейчас пробьются действительно. Золота не хватает. Но главное, что нет атак с других мест. Это самое главное, что мы собрали здесь всех 57-й день. А, еще будет одна атака. Смотрите, друзья. Оказывается, будет еще одна атака. И вот к ней уже нужно будет подготовиться, сделать как минимум там, ну, полторы тысячи, там, 1800 человек. Нет, мы, наверное, не сможем выдержать, к сожалению. Здесь они не заканчивают. Смотрите, зомби все прибывают. Прибывают и на шоковую башню. Сломали. Так, друзья, давайте что-то предпринимать в связи с этим. Вот здесь еще построим. Раз. Наверное, дополнительный забор где-то нужно будет построить еще не получится. Но придется нам отступать вот в эту вот сторону. Поэтому, поэтому даже не знаю, как тут лучше сделать. Вот так, наверное, чтобы здесь была какая-то линия обороны. Раз. Ну, все. Может быть, башню можно отремонтировать. Здание неактивно, поскольку оно зажжено. Необходимо отремонтировать, чтобы устранить проблему. Не могу я ее отремонтировать. Ее заплевали по полной программе. И зомбаки у нас пока что не заканчивают с южного направления. Хорошо, что мы вот эти вот заборы наставили. Хорошо, что мы колючки наставили. Хорошо, что мы всех отправили сюда. И вот вовремя вот эта вот башня судья у нас там сбоку работает. Ну, закончится, пожалуйста. Смотрите, идут они узкой толпой и отвлекаются на разную фигню. Следовательно, мы, наверное, сможем, я думаю, на этот раз... Да. На этот раз мы, друзья, тоже отбились. Нам на этот раз тоже повезло. Все. Полностью закончены все наши проблемы. Мы теперь знаем, где у нас находится южное направление. Вот здесь у нас будет главная атака. Мы знаем, где находится восточное направление. У нас были удары вот сюда. И знаем, где северное направление. Вот сюда у нас будет атака. Что ж, теперь 57-й день, я так предполагаю, будет, наверное, крайним, последним, когда нам нужно будет все-все-все сделать. Поэтому, друзья, сейчас мы полностью уходим только в экономику. 44 у нас целых 13 дней. Я думаю, это специально в игре так сделано, чтобы вам дали немножечко подышать и возможности поиграть. Ну что ж, у нас есть опергруппа из 30 солдат. Погнали искать, где еще остались зомби. Я так понимаю, что нам нужно уничтожить всех зомби на карте. Поэтому 30 человек, мне кажется, справятся вообще без проблем. Сейчас они пойдут, видимо, куда-то сюда. Наверное, нужно переставлять заборы. Да, друзья, придется нам делать дополнительный где-то забор. И дальше мы всех солдат направляем на поиски оставшихся зомбаков. Все, проход у нас есть. Здесь они, похоже, всех достреляют. Все, я думаю, с этим заданием мы тоже справимся. Ну что ж, давайте теперь думать об экономике. Ну что ж, друзья, отбились мы и от этой атаки. Здесь я сделал проходные ворота для того, чтобы могли у нас солдатики проходить. И я думаю, что сейчас мы полностью все направим в экономику. А именно мы прокачаем вот эти вот оставшиеся домики до каменных. Все, готово. Пища закончилась. С пищей, я думаю, проблем быть не должно. Энергия. С энергией тоже проблем быть у нас вроде бы не должно. Только с золотом. Ну, мы сейчас тогда будем строить еще один город. Будем его строить вот здесь. Тысячи как раз нам хватит. Все, готово. Пятьсот. Так, где у нас солдати, куда они побежали? Нашли еще они кого-то. И мы, похоже, сейчас выполним уничтожить всех зомби. Сопротивлять. А интересно, я успею сделать, если тысячи восемьсот. То у нас... Ну нет, она не отменится. Так что нам не имеет смысла сейчас торопиться, друзья. Нам просто нужно ждать, когда на пятьдесят седьмой день на нас нападут враги. И прокачивать нашу оборону. Например, вот эти все штуковины. Золото, золото, золото. Да, у нас везде одна и та же проблема. У нас не хватает золота. Пища. С пищей у нас тоже вроде бы не должно быть каких-то проблем. Что у нас здесь можно прокачать? Везде здесь стоят у нас вроде бы... Да. Везде, кажется. Вот, кроме одного. Везде каменные дома. Пища закончилась. Пищу прокачиваем золотом. Золото ждем девятьсот. А солдаты у нас где? А солдаты у нас стоят. Это говорит о том, друзья, что мы выполнили еще одно требование уничтожить всех зомбаков. Так что нам осталось сделать только тысячу восемьсот. Все. И буквально половину. То есть никаких проблем быть у нас особо-то сильно-то и не должно. Что ж, возвращаемся обратно. Здесь. Солдат я пока что делать не буду. Нам целых десять дней дается на то, чтобы восстановить нашу экономику после всех проблем. Прокачать пищу. Где-то здесь еще были несколько вышек. Вот здесь, наверное, две. Апгрейдинг. Нормально. И придется нам ставить, друзья, да, придется ставить электроэнергию. Вот эту вот электростанцию. Потому что у нас уже начинаются проблемы. И тем временем мы с вами наконец-то будем осваивать сейчас лес. Я буду, друзья, брать только самые толстые. У нас где находится по 12 или там больше. Так, отлично. Здесь у нас что, недостаточно ресурсов? Нам даже этого не хватает. Но странно. У нас должны они конвертироваться были. Вот эта древесина должна была конвертироваться в деньги. Она у нас почему-то не особо-то и хочет конвертироваться. Домики пока что не можем застраивать. Здесь продолжаем устанавливать. 13.10 не хочу. 13. Отлично. И дальше пойдем 14. Но у нас электроэнергии якобы уже не достает. Поэтому, хотя странно, должна была электроэнергии достать. Все. Объединили мы с вами всю эту территорию. Солдатики у нас стоят. Ну, пусть будут здесь. Давайте, знаете, как сделаем? Мы вот часть солдат, вот так вот маленькую, нажмем вот сюда. Чтобы как только появились зомбаки, они сразу же начали их отстреливать. Здесь нам нужно будет усилить нашу оборону, золото и нефть. Кстати, мы видели с вами где-то прям вот нефть. Давайте вспомним. Вот, у нас есть нефть. Она нам вполне возможно для дальнейших каких-то дел понадобится. Сейчас дождемся. Еда. Еда у нас 6. Нет, с едой будет гораздо главнее. Нам надо сейчас сначала качнуть еду, потом установить электроэнергию. Для электроэнергии сделать дополнительные лесопилки. И только после этого мы уже можем заниматься чем-то другим. Смотрите, у нас вот здесь отличные плодородные земли. Я думаю, что здесь отлично у нас. Смотрите, 44, 50, 48, 29, 4. Здесь уже плохо. Ну что, вот 58, 65. Берем 65 раз. Здесь 46 максимально тоже берем. Здесь 54 у нас максимум тоже забираем. Ну, все, пока что мы лесом с вами как минимум обеспечились едой. Теперь нам нужно будет установить еще и электроподстанции. Прокачано, прокачано здесь. Вот, инженерный центр. Ну, делает Танатосов и других. Ну, нам это не критично. Мы и так спокойно отбиваемся. К тому же Танатоса мы еще не открыли. Мы открыли только Люцифера. А Люцифер не может стрелять за забором. Так что, друзья, будем вкладываться именно вот в автоматику. Вот в такие вот судьи, в первую очередь. Ну, и, конечно же, непосредственно в саму оборону. Нужно будет ее отодвигать. У нас, давайте, если пойдут с юга, то пойдут ударят вот сюда. И у нас здесь самая-самая слабая зона, южная. Поэтому мы ее сейчас будем прокачивать. Вот так ставим все по максимуму. Как только здесь, возможно, будет установить вот таким вот образом. Чтобы здесь вообще никто у нас не смог даже близко подобраться к нам. Так, и вот хорошо бы еще вот так сделать. А смотрите, что мы можем сделать. Мы можем сюда куда-нибудь установить дополнительно. Вот так. И даже если они прогрызут, и даже если съедят, ничего страшного не будет. Мы здесь дополнительно можем поставить еще парочку судей, которые у нас будут сбоку стрелять в нападающих. Так, электростанция. Давайте мы найдем ей более-менее безопасное место. Вот чем не лучше, вот самое лучшее вот здесь. Здесь электроподставку установить. И нефть. Ну, нефть у нас привозят. Нефть нам особо вроде бы не нужна. Тысячу золота придется потратить. Я бы, наверное, все-таки бы потратился бы на вот эти фермы. К тому же вот у нас отличная ферма прокачает дальше. Так, тысячи. Смотрите, как мы очень быстро прокачиваем наши домики. Да, у нас здесь самая большущая проблема. Поэтому я предлагаю... Вот, смотрите. Судья и шоковые башни. Если есть возможность установить шоковую башню где-нибудь прямо вот здесь, было бы великолепно. Это первое. И второе. Здесь где-нибудь рядом еще установить вот сюда вот судью, который тоже будет помогать отстреливать нам южное направление. Ну и все. Здесь мы постараемся, да, закрыться забором, чтобы нас не загрызли. И пока даже они у нас будут биться, мы с вами вот здесь вот все застроим колючками в первую очередь. А во вторую очередь еще и дополнительным забором. То есть пока они пробивают первую линию обороны, мы с вами еще и добьем вторую и третью, вернее, доделаем. С золотом. Странно. У нас все время какие-то проблемы с золотом. Давайте сейчас с экономикой разберемся. Во-первых, со складом. Склад мы можем установить вот здесь. Он у нас будет закрывать. Или с опилки. Вот здесь у нас будет шоковая башня. Сюда же я еще предлагаю установить еще одного судью. Где у нас солдатики? Солдатики стоят, здесь сидят. Ну, мы эти линии обороны не будем ломать. Они у нас будут как дополнительные. Смотрим камень и золото. У нас самая большущая проблема именно с золотом. Поэтому все сейчас вкладываем в дома. Раз дом, два дом. Ну, придется нам, да, друзья, придется банк. Кстати, нам нужно поставить банк для того, чтобы прибавить золото. Камень пятьдесят. И сейчас мы, я думаю, сделаем все это. Нам нужно будет еще вот северную территорию. У нас совсем не укреплена. У нас и восточная, на самом деле, территория совсем не укреплена. Поэтому придется сейчас как-то и то, и другое нам доделывать. Впереди. Давайте посмотрим. Сможем ли мы здесь впереди что-то поставить? Да, сможем. И с этой стороны, и с этой предусмотрели мы хорошую линию обороны. Я думаю, что сейчас поставим еще парочку судей. Вот так вот с двух сторон. Сразу же устанавливаем. Одну сюда, а вторую не хватает пока что у нас ресурсов, друзья. Но здесь мы держимся. Здесь у нас прокачка. Так, здесь мы прокачиваем башню. Ну, если что, мы вот так вот закроемся. Смотрите, у нас есть вот линия обороны. И к домам, наверное, никто не подступится. А дома мы сейчас будем продолжать с вами апгрейдить. Для этого нам понадобится еще немножко золота. Еще одну, наверное, электростанцию сейчас поставим. Да, друзья, давайте сейчас сначала делаем еду. Потом устанавливаем электростанцию. А потом нам придется доделывать уже наши дома. Ну что ж, нам теперь по плану нужно будет улучшить фермы. Нам нужно 900 золота. Да, прямо сейчас у нас привезут. И будет у нас вот 3-4 фермы хорошие. И вот здесь у нас замечательные фермы. Готово. Давайте прокачиваем сразу же раз. Привезли еще одну. Ну, хорошо, привезли сразу много. Смотрим, сколько нам золота завезли. 500. 500 плюс 300, 800. Все равно немножко не хватит. Может быть, чуть-чуть вот так. Пока что я не буду делать, к сожалению, я не буду делать солдат. Потому что из-за солдат у нас вот такие вот большущие проблемы. 53-й день на 57-й день у нас будет атака. И вот это самый главный вопрос. Она у нас будет последняя, эта атака, или нет? Если последняя, то мы, конечно же, не справимся. Если она будет с одной из сторон, то мы, скорее всего, сможем все удержать. И у нас будет все, друзья, хорошо. Давайте сначала, короче, прокачиваем ферму. Потом устанавливаем электроэнергию. Потом устанавливаем банк. Нам сейчас банк нужен будет очень-очень быстро установить. Смотрите, для него нужно будет всего лишь 1000 золота. Поэтому продаем древесину. И сейчас у нас прибудет... Все, 1000 золота. Посмотрим. Да, давайте все-таки установим банк. Я долго говорил, что его нужно будет установить. Но, к сожалению, устанавливать его абсолютно просто. Вот вообще некуда. Если только вот здесь... Жалко, что нельзя сносить строение. Можно, знаете, что сделать? Можно, наверное, удалить 2 или 3 домика. Очень жаль, будет их удалять. А если мы здесь установим, то вокруг можно застроить все домами. Нам все равно нужно будет 1800. Поэтому и даже здесь мы не можем установить. Что случилось? Ну, придется... Да, давайте тогда устанавливаем банк здесь. И застраиваем все вокруг домами. Придется нам, к сожалению, выходить. Вот за нашу главную линию обороны. И это очень, на самом деле, рискованно, друзья. У нас нет денег ни на дома. Нет денег ни на какие-то другие постройки. Так, давайте потратим сейчас все деньги на домики. Застроим здесь все вокруг домами. Вот так, наверное, у нас сможет пройти. Ага. Как раз здесь умещается. Сюда. И здание блокирует свободный доступ. Мы уже там пройти не сможем. Но вот так мы с вами можем застроить все вокруг. Отлично. Потом эти дома мы проапгрейдим. И здесь мы застраиваем все вокруг нашего банка вот этими вот палатками. Надеюсь, что сейчас у нас... Так, здесь мы можем по два. Все, друзья, давайте посмотрим. Да, мы с вами забрали всю территорию. У нас сейчас будет здесь тысячи. И мы с вами можем их продолжать прокачивать. Нам для этого нужно... Здание недоступно. Если здание чего не активно. Никто еще не приехал. Поэтому сейчас продвигаем электроэнергию, друзья. Нам сейчас нужно в первую очередь построить еще одну электростанцию. Причем лучше всего ее построить в каком-нибудь безопасном месте. Копим 800 золота. 600, 700, 800. Все готово. И устанавливаем электростанцию. Устанавливаем ее так, чтобы она была более-менее защищена. Например, если будут атаки сверху или снизу, чтобы до последнего момента она могла работать и вырабатывать электроэнергию. Здесь у нас что? Вот здесь, кстати, можно без проблем установить еще одну электростанцию. Все, с этим мы тоже решили. Дальше смотрим. Только лишь золото и ресурсы. У нас здесь 600. Начали у нас прибавляться вот эти вот домики. Так, давайте, наверное, все-таки установим вот здесь вот шоковую башню. А здесь я застрою глухую вот такую вот оборону. Все, друзья. С восточного направления, надеюсь, мы тоже справимся. Можно потратить немножко денег. Вот так вот. И застроить еще вот дополнительно. Что случилось? Недостаточно ресурсов. А, золото, господи. Я уж подумал, у нас древесина закончилась. И подумал, что такого быть просто не может. Давайте на всякий случай, кстати, еще здесь прибавим парочку 16. Отлично, древесины. И с обратной стороны, ну, не будем пока так. Завершена электростанция. У нас все есть, все хорошо. Можно будет установить еще одну вот сюда. 15. Так, отлично. Здесь, здесь нам теперь нужно везде ставить военные объекты. Для того, чтобы продолжать все застраивать. 550. Наверное, домики сейчас можно будет качнуть, как только деньги к нам приедут. Потратили мы с вами все ресурсы, и у нас остается последний день. И сейчас самый главный, друзья, вопрос. Будет ли у нас атака с одной стороны, или будет множественная атака со всех сторон? Это может быть проблемой, друзья. Давайте потратим вообще все, что только можно. Чтобы у нас деньги прибавлялись 500. Ну, давайте еще. Древесина закончилась. Сейчас у нас начнется самый напряженный момент. Я думаю, что вот здесь мы еще тогда сделаем дополнительно защиту. Так, раз, два, три. И здесь, а что у нас? Недостаточно ресурсов для этого сооружения. Ну, закрываемся тогда вот здесь вот деревяшки, которые потом еще и проапгрейдим. И здесь нам нужно вот так вот полностью все укрепить. И потом заменить вот здесь вот деревянные заборы бетонным забором. Давайте сразу же точечно вот так вот сделаем. Орда подходит с востока. Да, зря мы здесь, конечно, укреплялись. Но с другой стороны мы теперь зато знаем, что будет с одной стороны. И это полегче, друзья. Давайте всех направляем на восток. Так, здесь, наверное, не нужно так много людей. Мы, наверное, вот оставим только вот эти две башни на всякий случай. Все. И всех отправляем вот сюда вот на восток. Здесь, друзья, нам нужно будет сейчас построить дополнительные военные объекты. Надеюсь, что успеет вот эта штука у нас достроиться. Может быть, даже мы успеем достроить башни. И хорошо бы еще построить какую-нибудь, как минимум, большую баллисту. Можно будет как-то завлечь людей сюда, но это не получится. Четыре часа. Нет, мы уже не успеваем, поэтому просто закрываемся по максимуму. Поехали, друзья. Закрываем все, что только можно. Здесь заборы, наверное, вот так вот закрываемся. Здесь еще у нас есть колючки дополнительно. Короче, тратим все деньги для того, чтобы отбиться и на этот раз. И здесь у нас так пошла орда. Мы чуть-чуть не успели доделать. Но смотрите, вот у нас они начинают наступать. Наступать они начинают вот отсюда. В восток, конечно, дело тонкое. Так, вот отсюда, скорее всего, у нас идет атака. Следовательно, основной удар придется именно вот на эту башню. Эх, не успеют они у нас. Давайте лучше отменимся, чтобы она хотя бы кого-то успела убить. Да, в первую очередь. А потом у нас будут стрелять еще и все оставшиеся. Давайте мы тогда сразу же садимся вот в эту вот башню. Раз. Здесь нужно будет установить еще дополнительно как минимум парочку башен для того, чтобы дальше у нас была возможность как-то отбиваться. Но нет, мы тут по-любому уже не успеем. Вот эту нужно было бы прокачать, но мы, к сожалению, не можем. Пошли, пошли, пошли они. Давайте, ну пусть будет на главных, хотя тут у нас все главные. И все. Так, потихоньку пока отбиваемся и пока вроде бы они даже не успевают нам что-то сделать прям очень плохого. Давайте мы сюда направим еще парочку солдат. Вот золота у нас не хватает. Сразу же они деактивировали. Это, кстати, очень-очень плохо. Это ужасно. Ну, давайте. Сейчас, может быть, они успеют пулемет у нас отстрелять. У нас помогает еще вот эта шоковая башня и помогают вот эти вот солдатики. Давайте подойдем поближе. Может быть, он сможет вот здесь вот отстрелить. Давайте сейчас еще поближе подойдем. Так, ну смотрите, шоковые башни начинают у нас работать. А солдаты у нас вроде бы сделаем несколько новых солдат. Раз, два, три, четыре. Они просто из башен бьют намного дальше. И пока что не заканчивается. Но ладно, хорошо, что они одновременно не пошли со всех сторон. И хорошо, что мы предусмотрели вот такую вот с вами неплохую линию обороны. Да, кстати, вот такие вот обманки, это очень хорошая идея. Я это приму для... А, смотрите, на 61-й день будет следующая атака. А всего нам нужно будет отыграть 76 дней. Ну что ж, тогда понятно. Здесь будем делать супер вот точно такую же оборону. Давайте сразу же прокачиваем все, что только возможно. Итак, смотрите, хорошо работают шоковые башни, хорошо работают судьи. И нужно будет какие-то предварительные защиты делать, пока они у нас будут все. Пока они у нас будут здесь прожевываться. Мы будем с вами защищаться. Итак, друзья, мы знаем с вами, насколько эффективна вот такая вот линия обороны, скажем так, двухслойная. Поэтому давайте прямо сейчас мы будем делать много-много слоев. Во-первых, мы теперь рассаживаем всех по башням. Сразу же занимаем все места. Потому что если 61-й день, то 76-й... Ну, вполне возможно, будет еще одна атака. Типа там на 70, наверное, пятый день. Но я надеюсь, что игра немножко жалится над нами и даст нам немножко поиграть. 700 у нас золото, а это значит, что мы дальше продолжаем прокачиваться, друзья. И смотрите, как у нас все пошло вроде бы хорошо под конец игры. Мы с вами все успеваем и все вроде бы даже делаем. Здесь, опять же, дополнительную линию обороны мы с вами доделываем. Смотрите, будет первый удар, потом второй удар. Раз, два, три. Нужно будет еще, наверное, одну шоковую башню здесь установить. Самое слабое место у нас вот это, поэтому нам придется здесь сделать хорошую, такую настоящую линию обороны. Мы потом все это проапгрейдим, если нам, конечно, хватит ресурсов. Очень надеюсь, что ресурсов хватит. И здесь у нас уже недостаточно ресурсов для этого сооружения. Сюда еще нужно будет установить как минимум одну башню для обороны. Если они у нас начнут прорываться, я бы даже бы, знаете как, я бы установил бы еще вот сюда бы башню. И придется нам тратить теперь деньги на солдат, к сожалению. И да, продаем древесину, получаем деньги, апгрейдим все наши домики. У нас хорошо вот здесь вот идет апгрейд. Ну что ж, смотрите, если они прорвутся здесь, мы сможем защититься здесь. Ну, правда, так смешно, конечно, сказано, что мы сможем защититься. Но, наверное, сможем. Здесь у нас тоже не хватает золота. Здесь у нас шоковые башни. Вот это у нас самое, друзья, слабое место в нашей линии обороны. Давайте мы сейчас прокачиваем рас судью. Сюда нужно будет привезти всех наших солдат. Что такое? Орда уже рядом через сколько-то часов. Я не совсем понял этого юмора. Что там у нас происходит? Давайте, давайте как можно быстрее вот сюда идем. Так, ты идешь сюда, усаживаешься. Смотрите, со всех сторон у нас пойдут через 21 час. И все, это последняя орда. Вот так вот неожиданно нам нападлили в игре. Сказали, что будет следующая атака. Ну ладно, давайте. Мы тогда усаживаемся сюда. Смотрим, что мы можем сделать вот в этом вот направлении. Здесь, конечно же, нужно вот так вот закрыться по максимуму, чтобы зомби какое-то время ломали вот это все и не смогли сломать. Это первое. Второе. Пока у нас вот здесь вот работают шоковые башни, они у нас будут продолжать проламливаться с этой стороны. Так, здесь у нас вроде бы нормально. Здесь мы не успели ничего, к сожалению, сделать. Нефть, нефть закончилась. А нефть мы так с вами не установили, да? Отлично, друзья. Тогда давайте сейчас продаем нашу древесину. Отлично. И закупаем, наверное, чуть-чуть камня. Нам совсем чуть не хватает. Так, денег у нас тоже нету. Смотрим, что у нас в северном направлении. Северное направление у нас тоже не очень хорошее. Не хватает нефти, не хватает ресурсов. Да, вот здесь вот у нас тоже может быть пробитие. И самое проблемное место, наверное, у нас все-таки будет вот здесь. Золото 330, 727. Да, друзья, это было весьма неожиданно. Я думал, что у нас будет хоть немножко времени для того, чтобы сделать нашу оборону. Но, оказывается, нет. У нас просто времени этого не будет, друзья. Мы сейчас должны будем вот здесь вот все укреплять. Здесь мы проапгрейдили вроде бы все. Оборону мы хоть какую-то сделали. Колючки, деньги, ничего у нас не хватает. Пусть пока что добегает. Продаем древесину, получаем дополнительно. Главное успеть везде закрыться. Здесь уже, наверное, не успеем. Сюда давайте, наверное, вот так вот сделаем. А куда у нас подбежали? А у нас подбежали вот здесь. Один час остается. Друзья, давайте заселяемся в эту башню. И заселяемся в эту башню. И бежим на север. У нас на севере вообще нету никакой обороны. Просто нету. Здесь вот эти штуки явно не выдержат. Причем первый удар у нас будет, смотрите, на северную оборону. Мы потом можем освободить людей на другие линии обороны. Давайте сейчас, ну, будем отодвигать. Что у нас много? У нас древесины много, кольев у нас много. Давайте вот так вот еще колья здесь понаставим. Может быть, они у нас как-то застрянут здесь, когда будут сюда проходить. Будем надеяться на это. Ну и деревянный забор еще вот так вот сделаем дополнительно. Пусть они тут мучаются и грызут этот деревянный забор, пока у нас стреляют наши пушки. Здесь. Здесь у нас все тоже очень-очень плохо. У нас деньги закончились. И с этой стороны мы тоже ничего не успели сделать. Только можем сейчас проапгрейдить. Уже тоже даже и это не можем. Ну ладно, друзья. Вот здесь у нас прям совсем слабая оборона. Две шоковые башни. Подошли у нас в север. А где солдаты-то? Я не понял. А куда у нас солдаты делись? Вот они у нас как-то странно подбегают. Поселение подверглось нападению. Но это северное у нас. Давайте как можно быстрее. Может быть, сейчас отстреляемся? Давайте, давайте вот сюда. И где-то у нас остальные солдаты бегают. Я пока не знаю где. Ну, смотрите. Здесь пошло. Здесь у нас... Ага. Здесь у нас прям все по-серьезному. А здесь у нас более чем серьезно. Так, друзья. Где у нас все наши солдаты? Я надеюсь, что... Давайте пока что все деньги в ремонт. Вот здесь у нас оборона. Здесь, кстати, еще не подошли. У нас последняя атака будет здесь. Давайте закрываться тогда вот с этой стороны. Что мы можем построить? Мы можем построить дополнительно еще несколько... Ну, во-первых, как? Вот сюда, наверное, они пойдут. Да, мы можем их завлечь в эту сторону. Поэтому устанавливаем здесь врата. Раз врата и недостаточно ресурсов. Придется нам вот такие вот еще вторые врата. Пока они у нас утянутся за нами, мы сможем, наверное, отступить. Чтобы к городу не смогли подойти здесь. А у нас все закончилось. Ну, что ж такое-то? Ладно, давайте спускаем с паузы. Смотрим, где и как у нас отбиваются. Пока что вроде бы держатся с северного направления. Северное направление пока что тоже нормально. Где у нас все солдаты? Я не понимаю, куда они у нас все поддевались. Наша оборона... Так, наше поселение начинает заражаться. Но смотрите, здесь у нас идет не такая большая толпа зомби. Вот здесь юг начал работать. Давай, стреляй. Может быть, успеет сейчас отстреляться. Вот здесь у нас очень-очень все плохо. Смотрим, куда мы можем направить. Наверное, вот сюда можем направить. Ремонтируем, деньги тратим еще дополнительно сюда. Все, прорвали они здесь линию обороны. Может быть, оборона подверглась нападению. Главное, чтобы вот эти вот вышки у нас не перестали стрелять. Они перестали стрелять. Так, как нам тут все это отремонтировать? Вот, началось у нас ремонт. Но будем надеяться, что в этот раз нет, не получится. Придется нам еще дополнительно здесь делать какие-то колючки, заборы и линию к отступлению. Давайте посмотрим, как мы можем здесь отступать, друзья. Наверное, вот так. А опять ресурсов у нас тоже нет. Ладно, поехали тогда. Смотрим. Вот здесь у нас какие-то проблемы. Похоже, так инфекция распространяется по нашему поселению. Ну, потому что у нас заразили одну из наших башен. Поэтому у нас инфекция распространяется. Смотрим. Здесь. Здесь все-таки пока что держатся. И с юга, вернее с запада. С запада, короче, можно временно забыть. Вот у нас большущие проблемы. Погнали сюда клепать солдат. 47, 48. Ну, только бы у нас отстреляла последняя бы она. Вот, давайте сейчас посмотрим. Север сдержит. Север заразил тоже у нас. Блин. Одна последняя пулеметная станция у нас работает. А здесь у нас, здесь откуда-то люди у нас. Нет, все, здесь нормально. Здесь мы справились. Давайте сделаем вот что. Отсюда людей мы отправляем... Так, а как нам это самое быстрое сделать? Мы можем отправить их вот сюда. Наверное, побыстрее. А отсюда мы можем отправить людей вот сюда. Так, погнали. Сейчас как можно быстрее здесь заселимся. Все, у нас перестали работать все наши пулеметы, все наши пушки. Все у нас очень-очень плохо. И осталась только последняя волна, которая нам уже практически здесь не опасна. Тогда вот сюда этих засаживаем сюда. Нет, не так. Нужно было их засадить вот сюда. Давайте. Вот сюда пересаживаем для того, чтобы других засадить на другие вышки. Смотрим, что у нас с этого направления. С этого направления отбились. Можно отправляться, друзья, на север. Отправляемся на север как можно быстрее. А что у нас здесь происходит? А здесь у нас последние. Все. Да, последние отбились. Можно будет не волноваться. Давайте. Самая страшная атака, как я и предполагал, кстати, у нас пойдет вот сюда. Ну что ж, давайте осталось прям совсем выдержать последнюю каплю и сделать 1600 нашего населения. Сразу же усаживаемся по-удобному. Да, у нас начинаются проблемы. У нас денег нету, ничего нету. Все проблематично. Поэтому продаем и первое, продаем и второе. Сразу же делаем хоть какие-то еще дополнительные. Вот, наверное, так. Где у нас тут может быть линия обороны? Вот здесь может быть линия обороны. Давайте мы ее закроем, эту линию обороны, чтобы зомбаки у нас... Ну, во-первых, они пойдут вот так. Поэтому вот так вот закрываемся. Все. И вот так вот закрываемся. Если понадобится солдатикам, они у нас пробегут, наверное, вот с противоположного боку. Ну что ж, давайте пока вот так. Если что, у нас здесь солдаты будут дополнительно... Ну вот они заканчиваются, в принципе. Давайте посмотрим, что у нас еще для ремонта здесь осталось. Так, подбегают, подбегают. Давайте вот сюда встаем. Сразу же насмерть. Может быть, даже и отстреляются, если повезет. Они у нас смогут отстрелить этих зомбаков. Так, кто-то умер. Кстати, нам сейчас выгодно, чтобы у нас начали умирать солдаты. Нам это очень выгодно. Давайте даже специально будем ждать. А все. У нас все. Мы отбились, друзья. Это прекрасно. Мы отбили с вами все атаки. У нас 63-й день. И нам нужно будет всего лишь сделать 1800 населения. У нас уже есть 1300. У нас есть банк. Мы с вами можем установить склад, камень. Давайте избавляться, короче, от солдат. Где у нас наша казарма, перестроенная на новом месте? Сейчас нужно будет вспомнить. Вот у нас казарма. Отправляем всех солдат в казарму. Будем их расформировать. У нас прибавится огромное количество денег. На всякий случай вот эти вышки, башни оставим. Вдруг на нас кто-то будет нападать. Я бы даже еще раз формировал бы нашу армию. Не нужно нам больше. Потому что сколько я уже играл этих миссий. Ну, вот оставим давайте по одной башне на всякий случай. Мало ли, что оно у нас может такое случиться. А все остальное мы тогда расформировываем. Итак, солдаты подошли. Начинаем их потихоньку вот так вот делом расформировать. Тем самым мы прибавляем значительно, я бы даже сказал, прибавляем количество денег в нашем поселении. Смотрите, у нас уже 900. Так, давайте вы тоже, ребятки, сюда. Сейчас мы всех вас расформируем. Извините, вы у нас ветераны. Ветеранам пора у нас на отдых. Все, смотрите, у нас 1000. И мы можем дальше апгрейдить все наши дома. Ну, а теперь остается дело за малым. Просто достраиваем еще одну линию. Так, тут как-то у нас кривоватенько немножко получилось. Но уже, как говорится, не до красоты. Самое главное, ну, смотрите, а так на нас не будет. Если только какие-то местные, местные у нас точно не пройдут. Мы можем вот сделать временно вот так. Здесь раз. Здесь мы отремонтируем вот эти вот все вышки и достроим хотя бы какой-нибудь вот местный забор. Вот так вот достроим, чтобы зомби к нам вот так вот подойти больше не смогли. Если что, они у нас отстреляются. Ну, и здесь у нас тоже есть какая-никакая оборона. Отбились, друзья. Поздравляю, отбились очень просто, отбились очень легко. И где-то камни я видел, можно будет наконец-то забирать, наверное... Вот у нас еще дополнительный камень. Ну, давайте попробуем. Может быть, можно сюда как-то установиться. И вот у нас еще камень. Забираем все вот эти каменные территории. И у нас готова нефтяная вышка. Я не помню, нужна ли она нам или нет. А мы ее тоже не можем взять, потому что у нас нету развития территории. Сейчас нам нужно 64-й день. Нам нужно сейчас как можно быстрее сделать пищу. Так, с пищей никаких проблем, я думаю, не должно быть. Да, с нефтью. У нас проблема с нефтью. Следовательно, нефть нам будет сейчас очень нужна. Где-то я еще видел одну нефть. Вот у нас еще дополнительно нефть есть. Да, давайте мы ее тоже сейчас заберем. Но придется, наверное, вот так вот поставить, чтобы здесь ее забрать. Ну, и теперь устанавливаем раз нефтяное производство. И устанавливаем дополнительно здесь второе нефтяное производство. Итак, друзья, 65-й день. Нам нужно будет успеть до 76-го. То есть 10 дней нам остается всего лишь 500 человек сделать. Для этого нам нужно сейчас поставить нефтяную вышку. Вот сюда дополнительно. Все. На этой карте, если я правильно помню, всего 2 вышки. Больше я не видел, к сожалению, никаких вышек. Древесина, золото, камни нам, наверное... Ну, давайте установим, в принципе, вот так вот по большому. 7. Пусть возьмем 7. Здесь мы не достаем. Сюда мы тоже можем установить... Вот, смотрите, 4 камень. Сюда мы можем 6 установить. А сюда еще и дополнительно 3. Все. У нас ресурсов теперь будет предостаточно для того, чтобы дальше прокачивать все наши дома. Продолжаем. Вот так вот сейчас застраивать в линию... А что у нас? Случилось недостаточно ресурсов? А, пища. Да, у нас действительно закончилась пища. Для этой пищи нам нужна нефть. Нефть у нас прибавляется теперь с двух нефтяных вышек. Ну, теперь вот такая игра со временем. Кто быстрее успеет? Я или игра? В принципе, мы уже победили. Мы отбились от всех зомбаков. Но мы можем не успеть выполнить самое главное задание. А именно сделать население 1800. Смотрите, 89. Можно будет установить еще одну электростанцию, чтобы в дальнейшем уже вообще не думалось. Вот так вот немножечко поодаль. Так, с электростанцией 1400 с 1800. Все. Это будет последняя у нас нефть 20. Закупаем 20 нефти. Раз, два, три, четыре. Готово. И продаем, наверное, древесину. Она нам будет вот особо-то и не нужна. Готово. Все. Закупаемся. Золото 900. Мы еще где-то недорасформировали наших солдат. Лучше их всех, конечно же, расформировали, чтобы у вас вот так вот значительно прибавлялись деньги. И все, друзья, здесь нормально. Здесь можно тоже будет прокачаться нефть и 900 золота. Но нефть у нас качается без проблем. Здесь можно будет пойти наверх, древесину еще дополнительно сделать и поставить еще одну электроэнергию. Нужно ли нам это вопрос? Наверное, нет. Ответ не нужно. Нам сейчас нужно просто успеть сделать 1800. 1400 мы уже с вами сделали. Готово. Следующая ферма и еще одна. Вот смотрите, сейчас привезут и золото, и нефть. Как раз у нас хватит на улучшение вот этой вот последней фермы. Ну и все, друзья. Остается дело за малым. Нам сейчас нужно будет прокачивать эти домики. 67-й день. Нам надо до 76-го дня. Вроде бы мы справились с вами великолепно. Если что, 400-200 на всякий случай можно будет установить где-то хорошую мощную ферму на 60, на 58. Вот давайте на 60 установим здесь. Сейчас самые отличные места выберем. 58-58. Так, ну давайте вот здесь вот еще 58. По сути нам больше фермы-то и не нужны. Ну давайте на всякий случай еще где-нибудь установим. Так, здесь у нас совсем мало. Здесь у нас уже не хватает ресурсов. Вот у нас, кстати, очень хорошие места по 64. Недостаточно ресурсов для этого строения. Ну и ладно. Нам это уже не критично. Нам сейчас только нужно будет прибавлять золото. И вот так вот за деньги менять наше население. Застраиваем все домиками. Здесь у нас уже 1500. Осталось прям совсем-совсем немножко. Поэтому закручиваем все до конца. Золото, энергия. С энергией могут быть некоторые проблемы. Энергия это золото. Так, у нас, как говорится, спешка начинается. Потому что остается всего 6-7-8. А нет, успеем. 8 дней, мне кажется, тут можно с нуля застроить вот это вот население. Так что все будет у нас хорошо, друзья. Главное сейчас не зевать, а спокойно. Как только домики у нас новые появляются. Вот так вот вокруг банка. Это вдвойне выгодно. Кстати, можно еще и рынок поставить. Чтобы поменьше нам еды доставалось. Смотрите, тут всего 400 золота. Да, наверное, давайте сделаем. Хотя нет смысла. Да, нет смысла. У нас по еде мы, кстати, уже проходим. 1800. Да, 1800. По еде уже нет никаких проблем. К тому же, я думаю, еще и проапгрейдиться можем. Поэтому сейчас все только лишь вкладываемся в самые крутые вот так вот дома, друзья. Строим все по максимуму и прокачиваемся сначала до деревянных, а потом до всех оставшихся. 23 человека у нас, видимо... Ну, смотрите, на нас никто не нападает. Можно, наверное, отправлять их вот сюда, к нашей казарме. Здесь у нас что? Здесь у нас тоже оголенная территория. На всякий случай сделаем вот так. Что у нас? У нас с деньгами проблемы. Ну, и давайте мы вот этих тоже бездельников вот сюда вот отправим. Они у нас, правда, были совсем недавно героями. Сейчас они просто жрут у нас просто так еду. Начинаем прокачивать. 1600 у нас уже. И вот как раз пришло время, когда заканчивается электроэнергия. Нам сейчас нужно как можно быстрее установить еще одну электростанцию. Готово. Ну, тут уже без разницы, где ее устанавливать. Здесь нажимаем на Делл и всех солдатиков уничтожаем. Тысячи у нас. Ну, с деньгами проблем теперь вообще у нас нет. Можно вот это вот сломать. Так, нет, конечно же. Кстати, мы можем ресурсы теперь забирать вот со всех этих домов, друзья. Да, если нам придется, нужно будет, короче, строить, мы можем дополнительно еще и здесь забраться. 1600 электроэнергии не хватает. Давайте тогда еще на будущее установим еще одну электростанцию. И, да, по еде мы прошли. По всему остальному мы тоже прошли. Ну, давайте вот так вот еще поставим, чтобы уже совсем ни о чем не думать. И сейчас просто прокачиваем наши домушки. Здесь у нас нужна энергия. Как только прибавится энергия, у нас сразу же прибавятся и деньги, и материалы. И мы, в принципе, 70-й день до 76-го дня мы с вами успеваем. В принципе, мы, наверное, даже успеем до 71-го или 72-го дня. Все, готово. Начинаем сразу же улучшать и продавать все, что только можно. Золото, деньги и древесина у нас лишние. И нам теперь вот это вот не нужно. Нефть нам... Нефть нам может пригодиться, кстати, если придется апгрейдить вот эту вот штуковину. Но я думаю, что мы и так все с вами проапгрейдим. Смотрите, уже 1600, а у нас потенциал огромный для строительства. Ну, я думаю, что мы победили, друзья. Давайте. 1700, да, это будет 1800. Следующий пояс, друзья, у нас будет 1800. Поэтому можно даже сейчас расслабиться и немножечко поиграть в эту игру. Так чисто поприкалываться. Давайте, например, вот сделаем апгрейд. Нам это абсолютно не нужно, но мы сделаем апгрейд вот этой вот фермы. Ну, и теперь остается дело, как говорится, за малым. Найти домушку, которая у нас не прокачена, вот, и прокачать. Все, 1738. Дома, дома достраиваем вокруг. Здесь целый ряд можно будет установить еще один. А вот этот вот можно будет прокачать. Золото 90. Продаем нефть, продаем железо. Получаем много-много золота. Нам теперь этого всего будет не нужно. Можно уже не напрягаться. Можно больше уже ничего не делать. Это победа, да. Давайте так, для прикола поставим еще рынок. Древесина, камень. С древесиной нормально, с электроэнергией нормально. Потенциал 1700. А смотрите, а смотрите, у нас может быть действительно проблема. Мы 71 день, а нам надо до 76 дня. У нас может быть все-таки какая-то проблема, если мы вот так вот с вами не сделаем. Все, отлично. А теперь прокачиваем. Ну, где там эти поезда-то катаются? Почему они как долго ездят? Давайте мы еще установим как минимум где-нибудь хорошую вот так вот 50, например, ферму. Где-то вот здесь у нас хорошие были возможности для... Вот 60, например, установим ферму. Все. Я думаю, это конец, друзья. 1900 мы с вами сделали. И поселение завершено. Поздравляем. Вы построили процветающее поселение, расширяющее влияние и власть империи. Мы выполнили с вами все пункты на сложном, на тяжелом уровне сложности. Давайте посмотрим, что нам теперь откроется. Итак, ядовитые болота сделали. Нужно пройти всего лишь каких-то смешных 2600 зомби. Я думаю, это сделаю за кадром. И у нас откроется лаборатория Омикрон. Это миссия для нашего героя. Но они все, вот эти миссии для героя, очень однообразные. Просто ходишь по коридору и стреляешь там в одного или в двух зомби. Поэтому я тоже это сделаю за кадром. Ну что ж, друзья, у нас есть 380 очков науки. Пишите, куда их лучше всего потратить. Пишите, какое следующее задание нам лучше сделать. Пустошь великанов пятого уровня или сопротивление четвертого уровня. А на сегодня, друзья, все. С вами был Никодим. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, поделиться ссылкой на наше видео прохождение со своими друзьями. Увидимся в следующей серии. С вами был Игорь Негода.